И с нами на связи Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Значимая неделя оказалась для Украины. Давайте подведем итоги визита Владимира Зеленского в США. Выступление на ген-анцеблее ООН. Десятки встреч с мировыми лидерами. Переговоры с главой Белого дома и кандидатами в президенты США. Что мы имеем, скажем так, в сухом остатке? Если коротко, мы имеем фиксацию, на мой взгляд, единой платформы, которая может привести к финалу войны. Четко, структурно, фактически насыщенная и юридически каркасная платформа, которая отвечает на вопросы, как добиться в этой войне итогового результата, который будет отвечать международному праву как таковому. И как убрать все спекуляции, которые так или иначе на этот вопрос отвечают искаженно. Я имею в виду инициативы разных стран, стран-посредников потенциальных, которые совершенно точно базируются на каких-то теоретических выкладках и которые точно не приведут к финалу войны. Поэтому убрать с глобальной политической доски инициативы ненужные и показать логику процесса, как можно от военного принуждения, экономического, дипломатического принуждения России, а это только единственные инструменты, которые действительно могут обеспечить возможность разговора с Российской Федерацией, перейти к реализации концепции, прописанной в формуле мира. Ну то есть, грубо говоря, план победы, где математически показано, как можно Россию принудить к адекватному восприятию того, что происходит сегодня в мире, ну и в том числе в войне. И как от этого плана победы перейти к реализации формулы мира. На мой взгляд, абсолютно объемная, еще раз подчеркиваю, платформа, которая построена на фактическом анализе сегодняшнего этапа войны, на фактическом анализе того, что может эффективно влиять на Россию, ну то есть эффективно проявлять себя и на поле боя, что может привести к совершенно четкому изменению социальных настроений в Российской Федерации и, как следствие, к оказанию существенного давления на путинское окружение, собственно, на путинскую элиту, и таким образом привести к изменению вот той неадекватности, которую мы с вами сегодня видим. Поэтому итоги визита. Ну и кроме того, здесь опять же еще раз четко зафиксированы количественные параметры, что, как и почему. И, соответственно, на мой взгляд, это оптимальный формат, в котором поработал президент Украины, имеется в виду в стране наших партнеров, то есть в Соединенных Штатах. И, соответственно, дальше решение за партнерами. Хотят ли они, чтобы мир действительно имел конструкцию юридическую в виде международного права? Хотят ли они, чтобы в мире не было такого объема нарушений, который сегодня тянет за собой Российская Федерация? И хотят ли они того, чтобы агрессор действительно отвечал за факт агрессии, как это и прописано в том самом международном праве? По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, план победы будет раскрыт украинцам лишь частично. Разъясните, почему? Здесь достаточно просто. Глава Офиса абсолютно прав. Есть части, которые касаются специфической информации, военной информации, это цели полагания, это инструменты, это типы ведения войны и так далее. То, что, наверное, все-таки в публичном доступе должно быть в ограниченном количестве или в ограниченном объеме присутствовать. Почему? Еще раз, это все-таки война, это не какие-то глобальные, геоглобальные, геополитические обсуждения. Это все, что касается безопасности, конструкции, ведения войны, последующих этапов войны. Это все, что касается материально-ресурсного обеспечения оборонительной войны Украины. Это все, что касается возможности разрушения объектов, инфраструктуры на территории Российской Федерации. Какое для этого должно оружие, в каком количестве использоваться и так далее. Потому что сегодня мы с вами видим эффективность применения оружия украинского производителя, то есть производства Украины, которая достаточно четко показывает нам, что если это будет увеличено в определенные пропорции, ну, хотелось бы в геометрической увеличить нанесение ущерба территории Российской Федерации, но в той пропорции, в которой необходимо. И, соответственно, мы будем видеть совершенно другие социальные настроения. Вот все, что касается типа введения войны, это да, в публичном пространстве можно обсуждать. Все, что касается количественных параметров или там техника тактических характеристик необходимого оружия и количество этого оружия, то, конечно, это, наверное, в публичном доступе не должно быть, потому что еще раз это война. И, конечно, хотелось бы, чтобы Российская Федерация не готовилась надлежащим образом к возможности отвечать на то, что будет делать дальше Украина. А когда эта презентация возможна? После Рамштайна? Ну, да, это же тактические вещи. Сначала, как президент говорил, логику документа, потому что, если формула мира была презентована сразу, потому что она касается позиций именно с точки зрения дипломатической позиции Украины, мы не являемся страной-агрессором, мы готовы к любому формату завершения войны, но только на базе международного права, который четко говорит о территориальной целостности и субъектности или суверенности Украины как таковой. Но так как Российская Федерация является страной невменяемой, то есть в прямом смысле слова, то есть это я не преувеличиваю, и, естественно, она не готова к адекватному восприятию, опять же, уложению международных договорных отношений, то, соответственно, ее можно принудить к окончанию войны. А дальше логика работает плана победы. Логика, которую президент точно так же говорил, что сначала, безусловно, потому что там есть компоненты математические, которые нужно проговорить с нашими партнерами, будут презентованы ключевому союзнику, но это Соединенные Штаты, вы об этом сказали, на уровне и действующей администрации, и избирательных штабов, кандидатов от Республиканской Демократической Партии. Дальше, шире. Это наши союзники в рамках формулы «Рамштайн», в рамках, скажем так, клуба «Рамштайн». После того, как все цифры, все будет согласовано на уровне глав государств, на уровне лидеров своих стран, то, соответственно, уже дальше идет презентация на более широкие аудитории. Какие-то детали будут, безусловно, озвучены, для того, чтобы, опять же, понимать логику документа в более объемном виде. Какие-то детали останутся скрытыми. Опять же, еще раз, потому что они касаются и технических параметров, и собственноцелеполаганий, и количественных параметров. И я думаю, что все это необходимо в аккуратном режиме транслировать. В плане победы Владимира Зеленского есть довольно важная часть. Это приглашение Украины в НАТО. Это подтвердили ранее и в Офисе Президента. И вот интересно, какую роль в этом может сыграть Байден и в целом Соединенные Штаты Америки, потому что приглашение в НАТО – это коллективное решение всех членов Альянса. Абсолютно понятно, что есть члены, которые доминируют в том числе в Альянсе. Да, это блок равных, но тем не менее есть члены, которые ведут определенную, скажем так, модерационную роль, выполняют и в Соединенные Штаты относятся к таким как раз-таки членам коллективного Альянса. Но здесь очень важно, вы абсолютно правы, очень важно сам по себе, можно это назвать политическим принуждением России к адекватному мировосприятию, потому что нужно перестать играть вот в эти, скажем так, странные ситуации, когда вроде бы есть суверенные права стран, вроде бы есть возможность свободно присоединяться к любому Альянсу, к любому союзу, к любому институту и в рамках тех интересов своих национальных, которые вы хотите реализовать. В данном случае мы говорим об Украине, Украина хочет реализовать свой интерес в сфере безопасности. И, соответственно, нужно перестать. Если это так должно функционировать, то нужно не обращать внимания на заявления стран диких, стран варварских, такого типа, как Россия, которые говорят, смотрите, мы считаем этот регион влияние своим, поэтому давайте эти страны не будут иметь никакого отношения с военными альянсами, с экономическими союзами и так далее. Это должен быть жесткий политический сигнал. То есть, собственно, само принятие решения о немедленном вступлении в Украину, ну, немедленном, я имею в виду, четко заявить там, когда, что, как, какие регламентные нормы, какие регламентные сроки будут для этого нужны. Но сам факт заявления, что Украина неизбежно будет являться членом военного альянса, конечно же, это будет мощнейший политический сигнал, в том числе и для России, потому что окажется, что все, что Россия там долгое время выстраивала, и ради чего, собственно, и начинала в том числе эту войну, в том числе, подчеркиваю, потому что ключевая цель, безусловно, это уничтожение украинской государственности, для того, чтобы здесь, в Украине, не выглядело совершенно противоположным образом к классическому типу государства, которое построено в России, такое, еще раз подчеркнуло, авторитарное, максимально жесткое, максимально человеконенавистническое государство. Конечно же, России не нужно рядом под боком иметь государство, которое будет абсолютно точно ориентировано на европейские свободы, на европейские демократии, то есть, которое будет конкурентным, опять же, на европейских рынках. И поэтому это ключевая цель уничтожения Украины, как невозможность, чтобы такой проект существовал под боком России. Но есть еще другие цели, это, опять же, глобальную свою роль Россия может реализовывать только через диктат, только через шантаж, только через запрет. То есть, она не может реализовывать свои, какие казалось, глобальную роль, хотя я считаю, что Россия не является глобальным государством, безусловно, потому что это максимально отсталая в технологическом смысле страна с очень маленьким объемом той же экономики по отношению к развитым странам. И, соответственно, Россия могла реализовать свое глобальное, какие казалось, длительство только через запреты в регионе влияния. Вот в этом проблема. И, соответственно, долгое время, к сожалению, для Украины вот эти запреты реализовывались по умолчанию. Точно так же, как мы с вами сегодня имеем вот эти неформальные запреты, которые оказались, ну, на мой взгляд, это тоже какая-то дикая история. Запреты на возможность нанесения ударов по территории России в рамках международного права. Это прописано четко, юридическая конструкция четкая на этот счет. Но мы имеем эти запреты. Точно так же вот эти неформальные запреты на вступление в НАТО, конечно же, это был сигнал того, что Россия доминирует в регионе. Для Украины это неприемлемо. И, конечно же, отмена и запретов на нанесение ударов, и запретов неформальных, еще раз подчеркиваю, на вступление Украины в тот момент, когда она будет готова, когда она будет считать, что это должно произойти, это были бы важные политические сигналы. В том числе, кстати, они бы совершенно сильно, совершенно конкретно влияли бы на внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации. Главная задача на сегодняшнем этапе войны, безусловно, это, я бы выделил три части коротко, первое, это получить однозначные прямые сигналы и для России, и для стран глобального юга о том, что никто не позволит разрушать международное право, разрушать международные отношения, и, соответственно, тогда все вот эти неформальные запреты должны отменяться. Второе, второе очень важное на этом этапе войны, это перенос войны на территорию России, потому что это будет существенно, и первое, и второе, кстати, существенно влиять на общественные настроения в России, а, соответственно, общественные настроения эти будут резко радикализироваться, превращаться в... и вот эти общественные настроения будут очень тяжело давить на политические элиты, то есть они себя будут не чувствовать так комфортно, как чувствовали все это время, даже в течение первых двух, двух с половиной лет войны. Ну и, наконец, третье, это, конечно же, другого уровня экономическое давление, то есть Россия должна быть избавлена возможностей ввести войну, финансировать войну, оплачивать милитарные производства и так далее. Мы с вами видим, кстати, первые сигналы, симптомы этого. Например, жесткое решение Саудовской Аравии о том, что они перестают играть в лимитирование цены на нефтепродукты и, соответственно, готовы увеличить и добычу нефти, и продажу ее на глобальном рынке, что будет существенно, конечно же, влиять на цену итоговую цену. Саудовская Аравия хочет зарабатывать с оборота, с объема проданной нефти, а не с высокой цены, спекулятивной высокой цены, чего хочет Российская Федерация. Почему? Вы прекрасно понимаете, себестоимость выработки нефти, добычи нефти в Саудовской Аравии гораздо, намного ниже, чем добыча в Российской Федерации. Если цена нефти будет выглядеть не так, как сегодня, будет выглядеть гораздо меньше, то есть 50-45 долларов за баррель нефти, то, соответственно, Российская Федерация будет уходить с этого рынка в большой минус. Вот эти инструменты должны работать, и, на мой взгляд, они будут существенно влиять на то, что происходит, в том числе и по линии фронта. Это будет особенный Рамштайн. Это слова президента в своем вечернем обращении. Он рассказал о подготовке к этому очередному заседанию, которое состоится уже 12 октября. И Владимир Зеленский заявил, что на встрече вместе с партнерами нужно будет определиться относительно усиления давления на Россию ради справедливого мира. Этот Рамштайн, как мы все знаем, возглавит лично президент Шаджа Байден. Насколько это сильный сигнал? О чем он может говорить? И каких решений нам стоит ожидать? Ну, первое, я бы сразу почувствовал, что президент Украины как раз-таки последователь. Вот смотрите, все эти месяцы войны, мы с вами видим 950 плюс дней войны, президент последовательно что-то как говорит. Мир может быть только справедливо. Мир должен учитывать интересы только Украины, а не страны-агрессора. Мир должен наоборот привести страну-агрессор на скамью подсудимых. Страна-агрессор должна платить за войну, платить за восстановление всего того разрушения, что она принесла этой войной и безусловно платить юридически за массовые убийства и за массовые атаки гражданского населения. То есть в этом плане президент Украины как раз-таки крайне последовательно его позиция привела к тому, что мы с вами видим изменения даже формата Рамштайн. Вы прекрасно понимаете, что если на заседании Рамштайн будут присутствовать лидеры государств, значит этот Рамштайн будет не таким, как прошлые, по крайней мере те, которые были в последние месяцы. Это Рамштайн, на которых присутствовали министры обороны. Значит этот Рамштайн должен принимать и важные политические решения, важные политико-военные решения, военно-политические решения. Почему? Потому что этап войны этого требует. То есть нужно определиться, и президент именно об этом говорит, нужно определиться, каким ресурсом мы располагаем, мы имеется в виду это коалиция, не только Украины, но и наши партнеры, какие цели мы с собой ставим. То есть хотим ли мы действительно сохранить мир в том виде, в котором он сегодня есть, где есть правила, или мы будем этот мир по сути передавать авторитарным системам, олицетворением которых как раз-таки максимально таким манифестным олицетворением является Российская Федерация. И соответственно на этом Рамштане нужно принять многие решения, потому что от этого дальше зависит и ресурсная наполняемость Украины, ну с точки зрения возможности введения оборонной и наступательной войны, будет он определять и ресурсные возможности России, и то как нужно относиться кстати к сателлитам России, ну или вернее к странам, которые ресурсно помогают России вести эту войну, это прежде всего Иран и Северная Корея. Третье, насколько можно планировать, например, те же инструменты принуждения, потому что опять же все это математические формулы, как мы с вами выше говорили, то есть все это четкая конкретная математика денежная и милитарная. И соответственно все эти решения должны иметь конкретную реализацию через логистические шаги наших партнеров. И соответственно где это можно обсудить, где это можно официально закрепить, конечно же, в рамках Рамштайна, потому что собственно платформа Рамштайн как раз и направлена на то, чтобы с одной стороны обсудить проблематику, с другой стороны принять необходимые политические решения, а с третьей стороны, соответственно, под эти решения подготовить логистику, то есть сколько, каких инструментов, когда будут направляться в Украину. Ну а пока этих решений нет, Россия не прекращает всех пугать, в том числе и ядерным оружием. Владимир Зеленский, когда давал интервью канала Fox News, он прокомментировал эти угрозы Путина. Ну и мы видим, что не только Путин говорит об этом в последнее время. Зеленский сказал, что диктатор не всегда адекватен, никто не знает, что у него в голове. Цитата. Он любит свою жизнь. Я думаю, образ жизни и то, как он руководит жизнями других. И вот почему я считаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие. Так сказал Владимир Зеленский. Но мы видим, что Лавров не боится даже с трибуны ООН, Организации Объединенных Наций, которая, собственно, создана для того, чтобы обеспечить в мире безопасность. Он пригрозил миру ядерным ударом. И эти угрозы касались как раз таки дальнейшей военной помощи Украине от стран-партнеров. Как расценивать этот ядерный шантаж России? Он случился не зря перед Рамштайном? Как две составляющие об этом рассматривания. Первое, это как психиатрическую проблему. Потому что, безусловно, люди, которые начали войну, а потом говорят, мы будем атаковать ядерным оружием, потому что вы помогаете людям защитить свои семьи. И, безусловно, можно было бы это выступление того же Лаврова остановить на длежащем уровне. И это вторая проблема. Это неинституциональность международных институтов. То есть, они не готовы использовать свои мандаты по прямому назначению. То есть, нельзя предоставлять трибуну неадекватным людям, которые угрожают миру сломом тех институтов безопасности, которые сегодня существуют. Но у меня есть другое предложение, чтобы мы обсудили. Смотрите, вот выходит субъект Путин или субъект Лавров. И говорят, мы будем применять ядерное оружие. Им надо было бы дальше продолжить мысль для граждан России. Такое ядерное оружие может быть применено как ответ, как прописано в глобальной доктрине ядерного сдерживания по отношению к России. Правильно? Ну, то есть, соответственно, вы применили, против вас тоже применили. Почему? Потому что так прописано все. То есть, так как раз таки устроена международная юридическая система. Нельзя применять ядерное оружие. Ты его можешь применить, если тебя атакуют ядерным оружием. Это и есть инструмент только сдерживания. И, соответственно, гражданам России надо было бы задать вопрос Лаврову. А что мы будем делать, если мы выпустили три ракеты, и к нам прилетело 300 ракет с ядерной боеголовкой? Второй вопрос, который граждане России должны были бы задать субъекту Лаврову. Скажите, а мы точно были заинтересованы в том, чтобы прийти разрушить полностью Мариуполь, чтобы потом получить полностью сожженную свою страну в ядерной войне? Мы точно ради этого хотели захватить Мариуполь? Ну и уничтожить его. Или уничтожить еще какие-то населенные пункты в Донецкой области. То есть, мы ради этого заходили на территорию Украины, чтобы в итоге самим быть уничтоженными в ядерной войне. Вот эти вопросы желательно было бы задавать Лаврову. И в том числе, кстати, когда он выступает с трибуны ООН, могли бы местные чиновники тоже уточнить у Лаврова, как он понимает ответ России на подобные угрозы, которые, опять же, еще раз подчеркиваю, четко прописаны в юридическом документе под названием «Договор о нераспространении и о ядерном сдерживании». Но есть еще один важный нюанс. А готова ли Россия к такой цене? То есть, готова ли окружение Путина, включая самого Путина, которые годами воровали деньги в своей стране, сидели в гигантской коррупции. Мы же видим, даже сейчас во время войны они там бесконечное количество уголовных дел возбурдают по факту коррупционных действий. То есть, они инвестировали деньги в свои семьи, они инвестировали деньги в недвижимости, в роскошные образы жизни, в легендарное, я так скажу как мем, шубохранилище. Готовы ли все это окружение, опять же, заплатить следующую цену за разрушенные города Донецкой области в Украине? Готовы ли они заплатить жизнями своих семей цену за то, что они начали войну? Вот было бы желательно и между собой решить этот вопрос. Вот тогда это будет иметь значение, потому что все подобные заявления, которые мы с вашим слышим, на самом деле нужно расценивать. И, кстати, президент Украины абсолютно прав. Путин привык к роскоши, он не готов умирать, он любит красивую жизнь и так далее. Так вот, мы должны понять одну вещь. Риторика – это риторика, реальность – это реальность. И даже после совещания Путина по вопросам изменения доктрины, ядерной доктрины России, мы с вами пока не видим документальных изменений в, собственно, этой доктрине. Почему? Потому что все, что говорил Путин – это политические заявления. Все, что прописано в доктрине – это юридический документ, юридический каркас, за который придется в любом случае отвечать, если он будет идти в разрез, с международным законодательством, которое регулирует сферу ядерного обращения. Ну, видимо, диктатор Путин надеется со своим богатством где-то в бункере спрятаться, все это пересидеть, но мы прекрасно помним, чем диктаторы в бункерах заканчивают. Был один такой в истории. Еще по поводу интервью Зеленского Fox News. Президент заявил, что встреча с Трампом была продуктивной, что он получил прямую, очень прямую информацию о поддержке Украины, и Трамп при этом сказал, что у него хорошие отношения с Зеленским, и президент Украины ему нравится. Но вот до последнего не было понятно, состоится ли эта встреча. Ее ждали, многие эксперты о ней говорили. Она случилась. И как расстоянивать дальнейшую критику от соратника Трампа, его кандидата в вице-президенты, господина Дивенса? Это просто предвыборная риторика? Давайте маленькую ремарку скажем, что не один диктатор был в бункере. Буквально на днях мы увидели, как закончил свою земную историю еще один диктатор, владелец террористической корпорации Хизбалла. И, соответственно, вы абсолютно правы, бункеры сегодня это бункеры. То есть они не решают фундаментальную задачу безопасности, если ты не готов играть по глобальным правилам. Это касается Путина. Теперь, что касается конструктивного, на мой взгляд, абсолютно важного и конструктивного диалога с Трампом, безусловно, это позитивный сигнал. Безусловно, это правильное решение президента Украины. Безусловно, это важно для Украины, потому что, еще раз, ты фиксируешь свою позицию. Вот то, что для нас крайне важно, двухпартийную поддержку, ты одновременно фиксируешь ее через избирательные штабы. И, соответственно, Украина очень объемно поработала и с демократической партией, и с республиканской, и с соответствующими кандидатскими командами. И это важно, еще раз подчеркиваю, для Украины, для фиксации позиций, для прояснения природы войны как таковой. И почему и для Соединенных Штатов в этой войне важно правильную итоговую точку поставить. Почему это будет важно и для репутации, и для безопасности, ну и для последующего, скажем так, типа жизни, который присущ сегодня странам демократии. И так далее. Что касается критики тех или иных американских политиков, скажем так, всю эту критику нужно спокойно воспринимать, потому что в Соединенных Штатах максимально жесткая избирательная кампания. Вы прекрасно понимаете, что в избирательный процесс мы не вмешиваемся, мы его не комментируем. Опять же, с пониманием относимся к любым заявлениям американских политиков, которые относятся к той или другой партии, к тому или другому избирательному штабу, и реагируем на это соответствующим образом. Президент, кстати, в рамках поездки в Соединенные Штаты имел еще раз подчеркну абсолютно объемные конструктивные встречи с представителями двух партий. Соответственно, имеет четкое представление о том, как лидеры этих партий, этих институтов, включая членов избирательных команд, президент воспринимает политический процесс сегодня, глобальный политический процесс, как они воспринимают Россию, как они воспринимают войну в Украине, которую ведет российская агрессивная администрация, как они вообще все это оценивают, и президент расставляет только дополнительные важные акценты, которые касаются роли Соединенных Штатов не только в войне, но и в глобальных процессах. И это очень хорошее и правильное и продуктивное направление, в котором работает Украина. Поэтому спокойно, еще раз подчеркну, давайте относиться к любым заявлениям, к любым предвыборным заявлениям сегодняшних кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Как только избирательная кампания закончится, мы с вами увидим совершенно другую риторику, гораздо более объемную, гораздо более направленную на поддержание глобального лидерства Соединенных Штатов. В рамках этого поддержания как раз таки концептуально нужно поддерживать и Украину. Михаил, благодарим, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк был на связи с Freedom.